22 сентября, время в Киеве 17 часов. Ну, сутки прошли более-менее на фронте, более-менее спокойно, стабильно. Но мы знаем, что произошло два таких кардинальных события, о которых нельзя не упомянуть. Это объявление мобилизации и обмен военнопленными. Обмен военнопленными для нас крайне важное событие, в том плане, что мы обменяли наших военнослужащих из состава полка национальной гвардии АЗОВ. Ну, обо всем по порядку. Итак, начинаем с оперативной обстановки. Противник продолжает сосредотачивать свои усилия на попытках полностью оккупировать Донецкую область. Надо отдать должное упорству российских военно-начальников. Они готовы положить всех до последнего российского солдата. Кстати, именно, скорее всего, поэтому и объявлена мобилизация, потому что солдат больше нет, а ложить желание есть. Я имею в виду пускать на пушечное мясо, на нашу оборону. Организовать оборону и удержать захваченные территории, а также пытается срывать активные действия сил обороны на определенных направлениях. Вдоль всей линии соприкосновения принимает меры по перегруппировке своих войск и постоянно ведет воздушную разведку. Но воздушную разведку они даже больше ведут не столько для нанесения авиационных ударов или ударов артиллерии, сколько они боятся опять пропустить скопление наших войск, то есть сформирование резервов. И как это было на Харьковском направлении, что они практически у них под носом, мы сформировали резерв и нанесли такой сокрушительный удар. Вот поэтому они ведут постоянно воздушную разведку. По поводу перегруппировки, тут полностью соглашусь с Институтом изучения войны американским, что есть подразделения на переднем крае, где число потерь достигает более 70%. В ротах осталось по 25-30 человек. То есть эти подразделения даже по всем канонам военного искусства или тактике ведения боевых действий, они не боеспособны, они не боеготовы. Но тем не менее они таковые есть. Поэтому идет постоянная перегруппировка. Они объединяют там две роты в одну, сводят людей, чтобы удержать позиции и хоть как-то построить оборону. И два критерия, мы об этом ниже будем говорить, которые им мешают это сделать. За прошедшие сутки враг нанес порядка 8 ракетных ударов и 16 авиационных ударов. Ведь активность за прошедшие сутки немного упала. Выпустил 115 зенитных ракет по военным и гражданским объектам на территории Украины. То есть предпочтение сейчас отдается ракетам комплекса С-300, переделанным в класс «Земля-Земля». С наименьшей точностью, но зато массовостью. Нарушая все нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи войны. Ну, вчера Печеневское водохранилище было обстреляно. Вчера был очень массированный ракетный удар, точнее, групповой ракетный удар по Запорожью и его окрестностям. Это из самых таких крупных. Также в результате ударов российских войск повреждена инфраструктура более чем 40 населенных пунктов. Это в частности Сиверск, Марьенко, безымянная Миролюбовка, Высокополье. Угроза, ну, я уже назвал, естественно, Запорожье из таких самых крупных. Угроза авиационных и ракетных ударов сохраняется по всей территории Украины. На других, на Волынском и Полесском направлениях изменений нет. Беларусь продолжает политику неучаствования, петляния, я бы так это даже назвал. Это не столько неучастие, точнее, в активных боевых действиях, сколько петляния. Российская Федерация даже прибегла к проведению совместного заседания между Советом Безопасности России и Советом Безопасности Беларуси. И в результате Лукашенко сделал очередное громкое заявление, которое, в принципе, говорит о том, что Беларусь готовится, все, что надо будет делать, надо отмобилизовать часть, чтобы проверить, живы ли те люди, которые к ней приписаны. Надо развернуть часть в штаты военного времени, надо поднимать часть под тревоги. Но ни о каком участии в активных боевых действиях Лукашенко не говорит, что нас, в принципе, не может не радовать. Так вот, на остальных направлениях враг обстреливает наши позиции, мы ведем ответный огонь. И, в принципе, за исключением, правда, Черниговской на северском направлении, мы не ведем ответного огня. Но в эти сутки досталось Черниговской области. Обстреливались территориальные громады именно в этой области. Сумская область сегодня им повезло, они были без обстрелов. Но на остальных направлениях, Слобожанском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском обстрелы продолжаются, идут позиционные бои, за исключением Донецкого направления. И на этих направлениях около 16 населенных пунктов пострадали от огневых ударов со стороны российских войск. На Новопавловском направлении и Запорожском направлении активных боевых действий не проводилось, но удары наносились. И среди них пострадали населенные пункты, такие как Углидар, Гуляйполе, Новополь и Временка. Вот такие населенные пункты. Также на Южнобукском направлении продолжаются огневые удары вдоль всей линии фронта. И более 25 населенных пунктов пострадали от нанесения таких ударов. Для проведения разведки и корректирования огня на Южнобукском направлении противник, точнее на всех направлениях, было засечено нашими силами, воздушными силами более 30 вылетов беспилотных летательных аппаратов со стороны российских войск. Еще раз обращу внимание, что ведется постоянная воздушная разведка наших позиций, прилегающих к линии фронта районов, с целью не пропустить формирование резервов на том или ином оперативном направлении. Нарушение норм международного гуманитарного права и обычаев ведения войны остается нормой для российских военнослужащих на временно оккупированных территориях. Таким образом, в Сватовском районе, чтобы скрыть инженерное оборудование позиций, те которые проводят, ну мы говорили, я вам говорил, что от Сватова до Кременной, вот эта линия, это рубеж обороны, который пытается сегодня сформировать Российская Федерация. Так вот, чтобы скрыть инженерное оборудование этого рубежа, оккупанты принудительно выселяют из домов жителей Гончаровки, Кузьменовки и увозят их в глубь временно оккупированной Луганской области. Дабы люди не могли рассказать или передать хоть какие-то данные, не дай бог, видеоизображения или фотоизображения тех позиций, которые сегодня оборудуют российские войска в Луганской области. Но они, правда, забывают, что у нас есть еще спутниковая разведка, которая же отслеживает в режиме онлайн те позиции, те рубежи обороны, которые они пытаются создать в районе населенного пункта Сватова. В Николаевской области оккупанты изъяли у территориальных громад молоковозы и тайно доставляют топливо в зону боевых действий. Мы уже с вами сталкивались на Донецком направлении, когда мы начали громить склады, они использовали зерновозы для подвоза боеприпасов и артиллерии. Теперь они в Николаевской области конфисковали молоковозы и на молоковозах возят топливо для своих войск. Это, кстати, говорит еще о том, что наша артиллерия очень четко и очень плотно работает по логистике противника. И это ответ на тот вопрос, почему мы до сих пор не освободили правый берег реки Днепр. Потому что они стараются любыми способами... Видите, молоковоз перевозит топливо для танков, зерновозы перевозят боеприпасы для российской артиллерии и российских войск. То есть они изгаляются любыми методами для того, чтобы поддержать живучесть своих войск на оккупированной территории. Поэтому довольно сложно полностью накрыть логистику или перекрыть все пути поставок, которые пытаются использовать российские войска. За прошедшие сутки подразделения наших войск отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Ордаровка и Новомихайловка. Да, интенсивность атак немножко упала за прошедшие сутки, но она остается. Это имеется ввиду Донецкое направление и продолжение штурма наших позиций. Вот этого бессмысленного штурма, который уже продолжается, кстати, два месяца. Два месяца идет штурм наших позиций на Донецком направлении. Успеха противник не имеет и продолжает штурмовать эти позиции. Бессмысленным эти штурмы назвали, кстати, западные аналитики, в частности, Американский институт изучения войны. В поддержку действий наших сухопутных войск воздушные силы обороны нанесли 41 удар по позициям противника. Подтверждено, что уничтожено 21 скопление живой силы и военной техники противника. То есть, это районы сосредоточения, по которым отработала наша авиация. Как штурмовая, так и армейская. И бомбардировочная в том числе. Четыре опорных пункта. Это войска на позиции. Если районы сосредоточения войск, это районы ожидания за пределами линии фронта. То есть, в непосредственной близости. То опорные пункты, это непосредственно позиции, на которых обороняются российские войска. И 15 позиций зенитно-ракетных систем. Что не может не радовать, потому что с каждой уничтоженной зенитно-ракетной системой открывается небо для наших, как беспилотников, так и армейской авиации, так и штурмовой и бомбардировочной авиации. То есть, мы выбариваем в таком противостоянии господство в небе для наших вооруженных сил. Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневые поражения 24 объектам противника. В частности, четыре пункта управления разных уровней. Это нарушение системы военного управления. Четыре района сосредоточения личного состава. Это по резервам мы ударили по ближайшим с техникой и вооружением. Семь складов с боеприпасами и топливными, и горюче-смазочными материалами. И четыре объекта ПВО, и артиллерия попали в зону поражения наших войск. Так что и авиация, и артиллерия работают на уничтожение противника. Да, противник держится пока что, но мы стараемся максимально нанести ему урон. В Черном море обстановка не изменилась. Один носитель находится на боевом дежурстве в Черном море. Залп может составить до восьми ракет типа «Калибр». Хочу добавить немножко информации неофициальной из российских социальных сетей. Мы с вами говорили, что мы наступаем в районе Лимана. И постепенно Ямполь-Лиман, вот на этой линии мы выравниваем фронт и приближаемся к Лиману. Лиман это последний, будем так говорить, опорник российской обороны. Дальше открывается оперативный простор в двух направлениях. На Сватово и на Северодонецк. Если пойдет Лиман, у нас преимущество, потому что противнику фактически от населенного пункта Лиман до этих двух, которые я перечислил, не за что зацепиться. Так вот, российские социальные сети пишут, что вооруженные силы Украины зашли в Дробышево. Это населенный пункт чуть северо-западнее Лимана, но он находится на одной линии с Лиманом и Ямпольем. То есть мы выравниваем фронт и потихонечку продолжаем продвигаться в направлении Сватово. Это уже больше направление на Сватово. Об этом сообщают военкоры Российской Федерации. Видите, очень хорошо, что у них произошел раскол между федеральными и военкорами, которые более приближены к войскам. Федеральные говорят под четким руководством Кремля, а вот вторая часть военкоров, она теперь больше говорит правды о той ситуации, которая происходит на фронте, показывая все усугубление этой ситуации. И пытаясь повернуть ситуацию вспять в плане того, что Шойгу к ответственности, ну как они призывали неделю назад, когда было наступление в Харьковской области. Шойгу к ответственности, Путин виноват во всем и так далее. Так вот на фоне этого раскола вот эти военкоры на местах стали давать больше объективной информации по ситуации на линии фронта. Особенно что касается продвижения наших войск. Вот так, кстати, они же, эти же военкоры, я продолжаю, из их сообщений информация, что накануне того, что мы взяли, вот Дробушево, я так понимаю, это прошедшие сутки мы зашли, а накануне мы взяли Яровую. И ситуация вокруг Лимана, пишут российские военкоры, для российских войск становится критической. Это очень приятно читать и озвучивать, так что у нас, видимо, у нас успехи все-таки есть. Но генеральный штаб вооруженных сил Украины пока, я так понимаю, не спешит. Они как бы по факту уже поднятия флага, они нам сообщают о взятии того или иного населенного пункта. Продолжение следует...